как всегда всех приветствую дорогие друзья хотел бы сегодня познакомить вас с очередным проектом который выехал с нашей студии этот проект сделал на базе автомобиля genesis gv80 и давайте расскажу какую систему мы собрали в этом автомобиле ну и в этот раз хотелось бы пару слов об автомобиле машина хорошая качественная красивая просторная и в ней есть единственный один недостаток это штатный звук что он из себя представляет высокочастотный динамик медбасовый динамик под сидением у нас ты ну типа как бы сабвуфер что касаемо высокочастотника звукопрозрачности этой сетки оставляет желать лучшего ну соответственно еще и направлена черт пойми куда ну и соответственно что мы отсюда имеем практически ничего что касаемо медбасового динамика также достаточно плотная сеточка соответственно не может среднечастотный диапазон долететь до слушателя и соответственно какую-то хотя бы звуковую картинку составить соответственно система играет там свистит тут пердит там бухает ну в общем как бы не совсем понятно почему в этом шикарном замечательном автомобиле у нас имеется вот такая вот аудиосистема ну и соответственно клиент изъявил желание поправить этот косячок вот производителя и решился сделать аудиосистему в этом автомобиле и теперь расскажу немного о ней и начнем мы как всегда с высокочастотного динамика вообще вся акустика фронтальная здесь стоит бренда brax серии gl gl 1 gl 3 gl 6 почему подиум почему такой поворот сразу задается вопрос у человека который плюс-минус имеет отношение к звуку первое скажу диаграмма направленностью высокочастотника позволяет его располагать в плоскости если ширина у автомобиля достаточно второй момент это вот этот воздуховод который мы не имеем возможности утилизировать и соответственно пришлось маневрировать и сделали вот такой вот вариант подиума на самом деле ничего плохого здесь нету есть единственный моментик это его толщина но опять же мы постарались сделать его максимально плоским если сидя с водительского места да и с пассажирского то эти подиумы выглядят достаточно сдержанно и комфортно нигде ничего не торчит все прекрасно я говорю единственный нюанс который не позволил нам сделать их еще лучше это вот этот воздуховод который мы оставили соответственно внедрили в штатную стойку модуль который мы смоделировали напечатали перетянули потолочным материалом который подобрали под цвет структуру родного потолка и вот получились получилась вот такая замечательная инсталляция которую я бы вам хотел как раз таки и продемонстрировать значит что касаемо мидбасового динамика мидбасовый динамик у нас здесь стоит как я уже говорил gl3 стоит он через проставочное кольцо в штатном месте кольцо мы модели напечатали прикрутили остановили ну все как положено винтовые крепления и так далее естественно дверь была за шумоизолирована и подготовлена под звук что касаемо головного устройства взяли с него высокий уровень других вариантов с этой головы взять нету и как всегда у нас в нашей аудиосистеме имеется два источника это bluetooth модуль которым напрямую от мобильного устройства мы подключаемся и стримим сигнал и радио которое опять же при возможности нашей железки автоматически переключает приоритетность когда появляется сигнал это что касаемо фронтальной части автомобиля что касаемо по тыловой акустики акустика здесь есть стоит здесь с 6 x от helix коксиальных 16 сантиметровый динамик установлено также через поставочное кольцо которое было напечатано установлено винтовые крепления и все как положено и да и он свою задачу выполняет со штатного места конечно не так эффективно как фронтальная акустика при своих расположениях но тем не менее и давайте поговорим что у нас стоит в багажнике что касаемо багажного отделения здесь мы постарались сохранить стопроцентное пространство багажника точнее не постарались и сохранили единственное изменение которое имеется это защитный гриль и точнее просветление для сабового динамика чтобы он при максимальных амплитудах не задохнулся так скажем стырили дизайн сами знаете откуда значит и давайте расскажу что находится у нас под крышкой пола крышкой пола у нас находится два усилителя и один сабуфер инсталлировали мы это добро вот таким образом изготовили короб который опять же смоделировали отсканировали смоделировали вырезали собрали дополнительно сделали вот такую нишу для хранения всякого барахлишка которая требуется при пользовании автомобилем либо на дальняк все естественно это зафиксировано закреплено как положено не только одним креплением еще за сабовым динамиком имеется пластина которая фиксирует к металлу автомобиля на болты эту всю конструкцию далее установили два усилителя процеусилитель V8 от фирмы helix и процеусилитель M1 от фирмы helix на вот такую вертикальную раму которую мы опять же зафиксировали кузову с помощью болтового крепления все жестко все конкретно использовали буквально вот такое маленькое пространство для расположения двух этих усей раскоммутировали этот проект у нас был собран на разъемах дабы эту конструкцию можно было быстро выдернуть из автомобиля буквально за 20-30 минут можно это все добро снять так как разъемчики позволяют нам быстро раскоммутировать эту систему как показала практика разъемы на звучание особо не повлияли никаких нареканий честно говоря я не увидел и не услышал вот такая вот конструкция компактная также мы ее создали с помощью сканирования моделинга ну соответственно лазерная резка покраска ну и далее установка вот такая вот конструкция получилась у нас в багажнике и вот такая замечательная инсталляция всего автомобиля сдержанная без лишних каких-то деталей ну и как всегда друзья хотел бы напоследок сказать если у вас есть потребность в улучшении вашего звука в автомобиле либо ваш автопроизводитель недостаточно уделил этому внимание то всегда ждем обращайтесь расскажем покажем проконсультируем дальше примите решение нужно вам это или нет ну и соответственно дадим наши опытные образцы на прослушивание дабы понять отличие того что имеется и того что будет ну и как всегда всем хорошего звука добра до скорых встреч пока